здравствуйте дорогие друзья но я думаю что по названию уже все догадались что сегодня мы с вами поговорим о десятом айфоне сразу хочется сказать что попал мне в руки на тестирование благодаря сибирскому филиалу компании мегафон есть у них вот такой тестовый образец этого телефона который они дают разного рода блогерам но вот не минула это чашей меня вообще когда я брал его на обзор я довольно таки долго думал что же я буду вообще в принципе с ним делать где-то вообще честно признаться на живой блогер до электронику вот такую вот обозревать но это как бы немножко не мой жанр наверное поэтому давайте в кадр я положу нож самый дорогой который у меня сейчас коллекции есть дабы он лежал с одним из самых дорогих известных мне телефонов ну по крайней мере из тех которые дороги благодаря каким-то техническим причинам они тому что в них вставляют золото и платину вот и решил я что построю я обзор приблизительно так мой собственный аппарат которым я пользуюсь уже на 4 то пользуюсь это вот такой вот samsung ноут 3 такой девайс то есть я не просто не айфоновод а я прям конкретно сижу на самсунге уже довольно таки много лет и в принципе предыдущему телефон был тоже на андроиде вот поэтому я не буду вам рассказывать чем 10 айфон отличается от остальных его моделей потому что ну в моем исполнении это было бы совершенно бессмысленно кроме того я не буду наверное обозревать какие-то классические функции этого телефона но которые всем известно что они у него есть и просто можно показывать их как они работают я решил что обзор будет построен следующим образом я поговорю с вами о том что этот телефон умеет делать лучше моего ну или что он умеет делать такое чего мой телефон делать не умеет совсем и вот это вот наверное будет самая интересная часть ну нож пусть в кадре полежит а мы с вами давайте приступим первое что нужно показать это сам аппарат снаружи давайте мне его посмотрим вот так поближе как я обычно показываю ножи вам здесь я думаю что не так конечно хорошо будет все видно по той причине что аппарат абсолютно стеклянный спереди насколько понимаю у него используется какая-то новая модификация gorilla glass в остальных случаях он тоже сделан с какого-то ударопрочного стекла вот так аппарат будет выглядеть при эксплуатации как видите я его даже протирал в общем-то перед обзором но тем не менее аппарат довольно таки основательно лапается нужно держать под руками какую-то тряпочку чтобы смотрелся он более-менее интересно ну вот снаружи видно камеру с двумя глазками такую-то две камеры технически на самом деле здесь тоже можно их увидеть сейчас покажу вам как работает знаменитый фейс айди так называемый да то сети телефон сейчас заблокирован работе должно по идее вот так но я думаю что вы заметили что без каких-то дополнительных движений с моей стороны телефон снимается с блокировки одно движение пальцем и вы собственно внутри аппарата это согласен дико удобно тем более что у моего аппарата но учитывая его давность нет даже функции touch айди так называемый то есть как бы сканер отпечатка пальцев него приходится разблокировать каким-то жестом вот или просто вообще не держать на блокировке что последнее время при использовании платежных систем через телефон ну как бы система безопасности требуешь телефон блокировался основательно вот этот конечно момент в айфоне мне лично страшно нравится 10 сразу скажу что работает это весьма надежно до фейс айди не работает в полной темноте там в полной если действительно вы находитесь но при даже каком-то вот таком ночном освещении которое может быть там на виде луны из открытого окна или там фонари чего-нибудь такого срабатывает вообще достаточно уверенно кроме того надо понимать что если фейса и не срабатывает вы в любой момент можете перейти к цифровому паролю это вполне можно сделать никаких проблем в общем это не вызывает теперь мы с вами поговорим о звуке в айфоне но вот такой альбом youtube у меня здесь есть в данном случае 2014 года и так как я не являюсь постоянным пользователем систем apple то по идее ну как бы в моей медиатеке больше ничего нет к сожалению наверно давайте мы сейчас кое-что послушаем я не совсем могу быть уверен что это передает камера но скажу вам такую вещь на самом деле у этого аппарата есть очень интересная особенность первое заключается в том что когда музыка играет я совершенно четко слышу стерео то есть мне стерео слышно вот когда в таком положении телефон находится прям очень и очень комфортно это очень сильно отличается от того как воспроизводится музыка на моем телефоне samsung и вот сын у меня пользуется телефоном iphone 6s там тоже ничего подобного в этом плане нет во вторых технически на этом телефоне очень четко слышно басы в музыке то есть я учитывая что слушаем музыку и классическую рок музыку баса там достаточно много всегда страдал от того что ну как правило телефоны так или иначе эти частоты по сути дела просто обрезают из некоторых ситуациях когда должен звучать один только бас его вообще практически не слышно из телефона здесь же никаких подобных проблем нет то есть вот это совершенно однозначно то что очень сильно отличает вот этот конкретный айфон от всех телефонов которые у меня были кстати могу сказать что у меня все время был еще сиван с у которого была система биц в качестве колонок который воспроизводили музыку там даже рядом не валялся телефон в плане качества звучания это важно но и конечно совершенно легендарная вещь по всем обзорам судя как бы является камера этого айфона ну вот знаете как бы отдельно хочу сделать такую штуку хочу снять видео обзор с ее помощью если честно признаться потому что эксперименты с видео у меня были маленькие но пока я вам покажу вот такую функцию сейчас я просто переверну камеру на себя потому что вот знаете вот так вам меня будет видно как я все это дело снимаю важно что потом получается на фотографиях то есть как видите здесь это вот одно фото а вот это второе то есть на самом деле камера очень здорово умеет размывать фон делает вот такие вот забавные фотографии кроме того ну то есть это мой телефон не может делать даже рядом как бы вот вообще никоим образом кроме того тут есть такой любопытный нюанс у всего этого дела что понятно что телефон умеет снимать 4к у меня есть собака сфотографирована подобным образом да то есть но какие-то вот такие вещи вот еще ум не из собака например что графирована подобным образом то есть это собственно делает сам телефон вот так обрабатывая фотографии практически на ходу вот при этом вот поведи что сдел а в данном случае падай снимал сидя на диване там с голыми ногами еще там, как-то там смог получить вот такую совершенно замечательную фотографию, как я считаю. Без всякой обработки. Это, конечно, очень интересный момент. Более того, скажу вам так, что этот аппарат позволяет делать такие вещи, вот у меня, наверное, здесь просто не найдется сейчас какой-то картинки, которая бы могла это продемонстрировать каким-то образом, но, тем не менее, он во время съемки может сохранить небольшую часть видео о том, как эта съемка делалась. Если вы делаете такой, ну, как бы такой долгий основательное нажатие на экран, так вы немножко придавливаете его, то вы можете увидеть эту картинку, как человек немножко двигается в кадре. Ну, это буквально там в пределах 3-4 секунд приблизительно продолжается. Тоже функция очень прикольная. Видно, кстати, это только на другом 10-ом айфоне. То есть, если перебросить вот такую штуку куда-нибудь другому человеку, например, через WhatsApp. Вот это, пожалуй, как бы такие основные моменты с фотографией, которые действительно меня очень и очень сильно порадовали. А еще, я вот не знаю, как мне вам это показать, но у этого айфона очень любопытная существует система отдачи, как бы так сказать. Ни для кого не секрет, что очень многие телефоны какие-то действия, типа там, например, ну, не знаю, нажатие на ту или иную иконку сопровождают каким-то таким, ну, как бы вибрацией, так скажем. Вот. У айфона она очень своеобразная и очень прикольная. То есть, как бы, вот совершенно не такая, как на всех других моделях аппаратов, она так очень мягко, как бы, действует, как-то так в руке, как будто из телефона не вибрация идет, а как будто изнутри кто-то так его немножко покачал. Вот какое-то такое, наверное, сравнение я бы сделал. Это тоже, так скажем, ну, одна из таких заманчивых фишек этого телефона. Пользоваться этим приятно. При этом, когда там поступают виброзвонки или еще что-нибудь такое, вы это конкретно чувствуете, а работают они совершенно не так. А вот именно в руку вам, ну, телефон не пинается. Он к вам так нежен, но при этом это достаточно понятно и чувствительно. В конце видео хочется сделать такие маленькие, ну, что ли, выводы. С одной стороны, мне хочется сказать следующее. Я был приятно рад тому, что мне удалось пообщаться с ультрасовременным аппаратом. Ну, это достаточно любопытно. Здесь такой действительно любопытный опыт. И есть здесь некоторые фишки, которые этот аппарат, безусловно, отличают от того, ну, чем я пользуюсь в повседневной жизни. Другой вопрос, что хочется мне спросить самого себя, и я не дам ответа на этот вопрос зрителю. Так ли мне важен более интересный звук из телефона, который любопытен, более интересные вибрационные сигналы, которые у этого аппарата есть, функция Face ID, которая здесь тоже замечательно работает, и вот такие любопытнейшие фишки камеры, про которые я, наверное, расскажу еще в отдельном каком-то видео, которое я сниму прямо на этот iPhone. Не знаю. Если честно, не знаю. Потому что, скажем так, все бы было хорошо, если бы не те цены, которые сейчас существуют на новые телефоны, которые вообще вот это все умеют, и тем более на сам новый iPhone. Но надо отдать должное, что, конечно, каких-то видимых недостатков и конкретных неудобств от использования этого аппарата лично в моей практике не получилось. Поэтому да, аппарат интересный, любопытный. Нужен ли он мне? Не знаю. Но то, что фанаты марки Apple могут смотреть на этот телефон и радоваться тому, что он умеет и как он это делает, это, конечно, бесспорно. Хочу сказать спасибо компании Megafon за предоставленную возможность попользоваться вот этим вот устройством. Тем, кто хотел посмотреть на нож, ребят, ну, сниму такой специально забавный какой-нибудь обзор вот именно этого ножа, дорогого ножа на дорогой телефон. Вы еще сможете его увидеть. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.